Друзья, добрый день. Сегодня в нашем видеообзоре седан Genesis G80. На видеоавтомобиль в комплектации Advance с дизельным двигателем объемом 2.2 литра turbo с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Цвет автомобиля синий металлик. Автомобиль оснащен колесами разного размера. На переднюю ось установлены литые диски 19 диаметра с шинами размерностью 245 на 45. На задней оси колеса 19 диаметра с шинами размерностью 275 на 40. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена в крышке багажника. Антенна, акулий плавник расположена в задней части крыши. Рейлинги не предусмотрены. Боковые зеркала и ручки дверя окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с четырьмя кнопками. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений выполнена из перфорированной кожи. Водительское сидение оснащено электрическими регулировками. С помощью электропривода в сидении можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Сидение оснащено электрическим регулировкой поясничного подпора. Память электропривода и сидений не предусмотрена. Включим зажигание автомобиля с помощью кнопки старт-стоп. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и задний противотуманный фонарь. Указатели поворотов. Левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Повторитель и указатели поворотов расположены на передних крыльях. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Передние противотуманные фары не предусмотрены. В переднем бампере расположен парктроник. Задние стекла безоводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 150 мм. Задние фонари светодиодные. Задняя противотуманка расположена посередине в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. На водительской двери расположены кнопки управления центральным замком. Кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Рядом расположен блок электрических регулировок боковой зеркал. Продолжение следует... Продолжение следует... Далее идет блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Регулировка яркости панели приборов. Кнопка отключения системы стабилизации. Правый патрулевой переключатель отвечает за управление передними дворниками. Предусмотрен автоматический режим. Кнопки справа на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. На дисплее можно вывести информацию маршрутного компьютера, подсказки навигации, информацию о давлении в шинах и настройке автомобиля. Кнопка включения системы слежения за состоянием водителя. Автомобиль оснащен интеллектуальным круиз-контролем с функцией полной остановки или начала движения. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 14,5 дюймов. В составе акустической системы 9 динамиков. Автомобиль оснащен системой активного подавления дорожного шума. Эта система генерирует ответные противофазные звуковые волны через динамики автомобиля, тем самым минимизируя шум. Мультимедийная система поддерживает радио в диапазонах FM и AM. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио и присоединение внешних устройств через разъемы USB. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Можно менять громкость или менять радиостанции. Также можно управлять мобильным телефоном, подключенным по Bluetooth. Автомобиль оснащен встроенной навигационной системой с картами. Через меню можно настраивать ассистенты водителя. Автомобиль оснащен ассистентом контроля пространства спереди. Автомобиль оснащен ассистентом удержания автомобиля в полосе движения. Автомобиль оснащен системой мониторинга слепых зон с ассистентом выезда с парковки задним ходом и с ассистентом перестроения. Климат-контроль двухзонный. Включим систему с помощью кнопки авто. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка интенсивности обдува. Кнопка «Синк» синхронизирует передние зоны климат-контроля. Выбор направления обдува в передней части салона. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка «С» отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электробогрева заднего стекла и боковых зеркал. Кнопки подогрева передних сидений. Подогрев трехрежимный. Кнопка включения электробогрева руля. Подогрев двухрежимный. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. На потолке расположено освещение для водителя и пассажира. На потолке находится очечник. На потолке расположена кнопка системы «Эроглонас». Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом с подсветкой. Посмотрим на задний ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. В боксе расположена розетка на 12 вольт. В нише с крышкой расположены подстаканники. В соседней нише расположены два USB разъема. Бардачок с подсветкой отделан ворсом. Кнопка включения камеры заднего вида. Кнопка включения парктроников. Драйв мод. Система переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами комфорт, эко, спорт или кастом. Ручной тормоз электрический. Индикация ручника на панели приборов. Кнопка системы Auto Hold. Коробка передач автоматическая восьмиступенчатая. Управление осуществляется с помощью шайбы. Режим паркинг включается отдельной кнопкой. В коробке передач предусмотрен ручной режим выбора передачи с помощью пудролевых лепестков. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Теперь перейдем к осмотру заднего ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери на задний ряд. Оценим как выглядит передняя приборная панель. Освещение для задних пассажиров расположено в центре крыши. Салон багажника отделен полкой. Заднее сидение с центральным подлокотником. В нем предусмотрен бокс. В боксе расположены два USB разъема. В нише с крышкой расположены подстаканники. Заднее сидение оснащены трехрежимным подогревом. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Для пассажиров заднего ряда предусмотрены отдельные дефлекторы системы вентиляции. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. На потолке на дверь находится ручка с крючком. Теперь перейдем к осмотру багажника. Кнопка открытия багажника расположена в крышке багажника. Объем багажника составляет 424 литра. Боковины и пол багажника отделаны ворсом. Задние сидения не складываются, однако предусмотрен лючок для перевозки двеномерных грузов. В боковинах багажника предусмотрены открытые ниши с сетками. В подполье багажника находится запасное колесо с набором инструментов. Крышка багажника оснащена электроприводом. Лючок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 65 литров. Теперь заглянем под капот, который открывается с помощью этого рычага. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Прыжка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный дизельный четырехцилиндровый. Объем 2,2 литра с отдачей 199 л.с. Мы с вами осмотрели седан Genesis G80 в комплектации Advance. С дизельным двигателем объемом 2,2 литра турбо, с полным приводом и с автоматической коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь съемка в дилерский центр Major Auto. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok